Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы решили запустить новый проект «Сквозные темы» или «Византия плюс». Почему «Византия плюс»? Потому что Византия – это хоть и достаточно значительный период человеческой истории, но все же это не вся история человечества. Хотя это очень насыщенный период и достаточно хорошо известный, который мы можем разбирать как некий пример цивилизации, цивилизационных процессов и решений, событий, уроков. Но это не вся человеческая история. Есть было что-то до и после. И самое главное, что вот это до и после, то есть все изучение истории, оно, как правило, разбито на малых специалистов, которые знают все периоды и владеют источниками, и могут таких специалистов либо нет, либо очень мало. Павел Владимирович – один из немногих историков, который старается охватить все периоды истории человечества, несмотря на то, что специализация в Византии, он византинист. Но Павел Владимирович в силу своих различных образований умеет найти вот эти вот методы исследования различных периодов и соотношения их с византийской историей и современной историей, с сегодняшним днем, что, мне кажется, очень и очень важно. И поэтому Византия плюс. Ну а сквозные темы, потому что, к сожалению, все проблемы человечества, которые возникали, я не знаю, были ли проблемы у древнего человека, конечно, были какие-то проблемы у античного человека, в первую очередь, это агрессия, которая провоцировала войны, проблемы с землей, с дележом, так сказать, каких-то природных ресурсов. Эта проблема стояла всегда. Но, тем не менее, скорее всего, у самого человека, как у человека, проблем было меньше, чем сегодня. Но любую проблему сегодняшнего дня, все-таки, я считаю, надо рассматривать, начиная с древнейших времен. Византия – это очень красочный пример, который описан хорошо в источниках. Поэтому мы берем как Византию, так и то, что было до, и то, что было после. И те проблемы, которые проходили через всю историю человечества, нам кажется, все-таки пора уже решить, найти их решение, чтобы, в конце концов, спасти человечество. Думаю, наверное, уже вот мы к этому моменту подошли. Вот, Павел Владимирович, как вы считаете, в настоящий момент, то есть вот самые острые проблемы сегодняшнего дня, их корни византийской истории, точнее, были ли похожие ситуации. То есть, ну, проблема расчеловечивания, да, к примеру, да, точнее, подмена самого представления о человеке, манипуляция, ложь, лицемерие. И самое главное, что если тогда, допустим, было представлено, что человек – это вот этот человек, говорит, варвар, но он тоже человек, потому что ему ничто человеческое было не чуждо. Да, он, может быть, более пренебрежительно относился к красоте, но он ее не уничтожал с корнем, как это происходит сейчас. Меня больше всего волнует этот проблем, человеческую культуру, красоты, потому что это и есть проявление человеческого сознания и вообще человеческого существования, то есть созидание красоты, только красоты, да, только гармонии. Сегодня мы имеем экземпляры, которые совершенно не то чтобы не хотят, или они вообще не хотят иметь с человеком, который есть человек по природе своей, ничего общего. Они его, как говорят, состояние поругиваются, это состояние поругивается и выносятся в публичное пространство. Это была идея того, каким должен быть совсем не человек, а человек, в принципе, у слова старается уходить, да, то есть вот там вот мы знаем, есть написано там конец человека, возрождение, но это значит, в общем-то, и человек вообще. Такие вот эти проекты 2030 чего-то там, 2035-45, вот это концлагерь, чипирование. Вот что вы думаете по этому поводу, имеют ли корни этих проблем поругивание человека и наглая его, так сказать, замена суррогатами? Имеют ли это проблемы корни более глубокие, чем, скажем, там 200-300 лет? Задача исторического исследования, любого исследования, любой эпохи, любого направления, это, конечно, в первую очередь появление вот этих самых сквозных тем, сквозных проблем и попытка найти в опыте человечества, вычленить в 5000-летнем опыте человечества, записанном опыте, потому что, к сожалению, не все, что произошло, известно нам, поэтому так важно фиксировать исторические события, поэтому так важно вести так называемую летопись истории. Кстати, в современном мире летопись никто не ведет, что интересно. Так вот, эти самые сквозные темы, они, конечно, являются сутью любого исторического исследования. Проблемы те же самые. То есть и в Древнем Египте, и в Древней Ладе, и в Средневековье, и в Китае, и в Индии, во всех странах стояли перед человечеством, перед народами, перед правителями те же проблемы, которые стоят и сейчас. Была другая острота этих проблем, но, с другой стороны, и опыт был гораздо меньше, и много было сделано ошибок, которые сейчас мы можем не повторить. Мы можем их исправить. Мы уже во всеоружии, мы уже оснащены этим инструментарием. Вообще история – это оружие. Прежде всего, это защита. Это броня. И тот, кто знает историю, предупрежден, значит вооружен. Это вот микроистория. Для этого существуют разведки. То есть сбор информации на практике осуществляется людьми постоянно. Но вот почему-то в макроисторическом процессе этим пренебрегают. Точнее пренебрегают даже не самой информацией, а ее анализы. Почему Византия? Почему она является центром наших бесед о глобальных сквозных вопросах? Потому что Византия – это прямая наследница античной цивилизации. А античная цивилизация – это первая в истории человечества культура, которая поставила задачу говорить честно. Есть такой полуанекдот у Плутарха, касающийся как раз этого вопроса. Это происходит во времена диадохов. То есть Александр Македонский умер, идут войны. И вот вокруг этих самых диадохов царей, они уже фактически восточные цари, потому что Александр завоевал восток. Греки, окунувшись в восток, многое из этого востока, так сказать, начали усваивать. И в частности одним из таких злокачественных восточных, скажем так, приемов было это присмыкательство перед властью. И вот один из царедворцев говорит «прекрасно все, что делают цари». Говорит он одному из диадохов, антигону одноглазому, по-моему. И тот антигон, а антигон все-таки он грек, он воспитан в греческой культуре. И он говорит «у варваров» – да. Вот, кстати, к вопросу о варварах. Что такое варвар? Варвар – это не тот, кто не образован. Варвар – это тот, кто не знает, что такое добро и зло. Не чувствует. И вот у варваров – да, а у нас, у эллинов, говорит он, прекрасно только прекрасно. А безобразное – безобразно. Вот рецепт. Этот рецепт усвоила и византийская историософия, и историография. И мы можем читать практически у всех византийских авторов очень резкую, я бы даже сказал иногда, несправедливо резкую критику в адрес императоров. Ну, понятно, что уже покойных, но не всегда. Иногда, как у Прокопия, да, и в адрес живых императоров достаточно даже, я бы так сказал, злобная критика. Но эта критика основана на определенных принципах, на определенных ценностях. То есть императоров упрекают не за какие-то их личные качества, а за качества, которые социально опасны, за те решения, которые привели к общественным бедствиям и так далее. Прежде всего касается этой экономики и нравственной сферы. Вот это главный вопрос, который волновали уже в средневековье писатели. Но в античности тоже все это зарождалось. И вот впервые была в истории, а ведь история родилась не в Греции, да, и древние гиптяне, и древние персы, и древние китайцы все записывали какие-то деяния. У римлян даже история так и называется, Рез Геста, деяния. Так вот, впервые была поставлена задача не просто что-то записать и, как правило, возвеличить тем самым, войти в историю, но и дать этому оценку. Вот это очень важно. Это тоже один из принципов византийской историографии, писать историю эстохазменус. Вот эстохазумой это буквально метить в цель, подать в цель. То есть, если ты пишешь историю, у тебя должна быть цель. Обязательно. Нельзя просто писать историю. А какая цель должна быть у историки? Только одна. Правда. Правда, которая сделает сильнее. Сделает читателей сильнее, сделает будущие поколения сильнее и мудрее. Если в истории нет правды, она не просто бессмысленна, она крайне опасна. Потому что тем самым будущие поколения, а это не просто читатели, это, как правило, как сейчас говорят, люди, принимающие решения. То есть, это люди, ну если не императоры, то, по крайней мере, аристократы, какие-то люди, которые считают себя ответственными за разные решения. И вот эти люди, прочитав неверную историю, будут действовать согласно этим неверным рецептам. И они обречены будут на ошибки. Поэтому ложь в истории, наверное, гораздо опаснее, чем ложь, ну допустим, в естественных науках, где ее довольно легко выявить. В историческом исследовании ложь выявить очень сложно. Да, опыт слишком дорогостоящий. Да, и главное, что опыт не повторишь. Опыт слишком. И вот я, кажется, кое-что в процессе беседы, беседы это всегда процесс обнаружения решений. Вот когда говоришь, и мысль, она идет, она озвучивается, в моем случае, потому что я считаю, что я все-таки нащупываю какую-то, пытаюсь нащупать истину. И сразу всплывают некие моменты. Вот правда, ледовое побоище, пример, да, вот, факт, дата, есть представление, как это было, да, факт. Пример исторической правды, описанной достаточно правдиво во всех отношениях. Те летописцы, которые это описывали, они это понимали. И те, кто экранизировал эту ситуацию, тоже понимали. Мы видим две абсолютно несовместимых мировоззренческих концепции. Жизнь в лице Александра Невского, который отстаивает жизнь на земле, и фашизм, уже имевший эстетику, уже замаскировавшийся под христианство. То есть это все понимают тогда, и потом, слава богу, тоже многие понимали, и сейчас. То есть вот такой пример, он очень понятен. Но, в принципе, очень много примеров, когда вот случилось вот такое вот происшествие, и причины его, они вот, скажем, не то, что там с точки зрения какой-то духовной, нерассмотренной, а вообще очень, скажем, как-то узко, но факт зафиксирован. Это в основном, конечно, вот в истории Советского Союза, почему у нас вот эта такая куцость оказалась в мировосприятии. При том шикарном образовании, такой картине, при этом вот эта вот наша история, которая тогда была очень сильно из... не то чтобы изменена, а очень странным образом подавалась. И мы не могли оценить ситуацию, то есть вычленить эту правду в том виде, в каком эта правда должна была быть. Это вообще почти никому не надо. Объем. Это вообще главная проблема истории, так можно сказать. Главная проблема истории в том, что выявить в ней истину, то зерно, которым потом уже можно пользоваться. Вот все, вот готова рецепт. Вот истинная причина. Не удавалось никому, никакому летописцу, никакому историку, никакому исследователю. Более того, в 20 веке, после Второй мировой войны, официальная история вообще отказалась от такой задачи. То есть современному историку, профессионалу запрещено, запрещено давать ответы, зачем, почему, давать какие-то нравственные характеристики тому или иному персонажу. Это непрофессионально. Современный историк должен только говорить, где и когда. Ну и что. Что, где, когда. Но что, не в смысле, что метафизически, да? Каково это место, этого вообще в системе добра и зла, в бытие. А что с точки зрения формальных действий? То есть, строго говоря, история пока в настоящий момент существует просто как база данных. Сейчас уже, конечно, современным событиям придается большое значение. Ну, сейчас и раздуваются, да, все это раздувается, это преподносится. В советские времена, опять я вот понимаю, что то, что происходит у нас вот сейчас, вообще на это никто там, вот там ГЭС построили, там БАМ, вот это событие, да. А личности, которые приходят и доходят, какие-то законы, указы, изменения мировосприятия, на это никто внимания не обращает. Вот ситуация с Украиной вообще. То есть, мы находимся в Крыму в данный момент, в Севастополе, который был основан Екатериной II, город, которому скоро будет 240 лет. 240 лет город основан, как основан указом Екатерины, российской императрицы. Тут мы открываем такую очень сложную тему, так называемого наследия, но тут важно, что вот греки тоже здесь, они не родились, это не автохтонная для них земля, Крым, но они сюда пришли как хозяева, потому что они пришли сюда строить. На пустое место, фактически. То есть тавры они... Они созидали, они не присваивали чужого. Да, не ущемляли тавры. Да, они, может быть, кого-то тут поставили, что называется, в зависимость, но в целом, кстати, как и Россия, когда раздвигала свои границы, она всегда создавала некое общее пространство, общее пространство интересов, общее пространство ценностей и некого... Ну, да, это была борьба, побеждал тот, кто несет в себе больше смысла. Вот, это, кстати, к вопросу о слове «естохазменос», еще один возможный перевод этого слова – «осмысленно». Смысл – это, строго говоря, вообще суть человеческого существования. Человек, в отличие от других живых существ, всегда озадачен, озабочен смыслом. Обязаны ставить всегда вопрос «зачем?». Да, и история – это одна из таких наум, где с этим не все просто. И вот здесь мы, опять же, обращаемся к Византии. Почему Византия? Потому что, помимо того, что она дает нам инструментарий говорить правду, это главное, если этого нет, все остальное бессмысленно. Если мы не можем говорить правду, лучше ничего не говорить. Второй момент – зачем? И здесь, конечно, не обойдешься без метафизики, без религиозного уровня, потому что на такого рода краевые вопросы ответы можно давать только на высшем уровне, на метафизическом, на божественном уровне. Конечно. И вот здесь уже древние, еще Платон, Аристотель, все искали ответы на этот вопрос. Что такое человек? Что это такое? И уже древние поняли, что человек, конечно, это почти бог. Вот между богом и человеком, с точки зрения того же Платона, есть только одна разница – человек умирает. Ну вот смертный, да? Боги бессмертные. Но так они одинаковые. Ну они не одинаковые, просто человек – это некая уменьшенная часть бога. Тот набор качеств, который закладывается в него создателем, он тоже различен, но есть вот основные, есть вечные, есть это неизменные качества, на которые сейчас, кстати, уже посягают, да, вот те человеческие качества, те, скажем, отличия человека от нечеловека, от других живых существ. А есть качества, которые человеку даны, как вот его, так сказать, особенности? Все-таки вот византийцы, они уже на уровне христианства, да, то есть они подтянули к античному философскому дискурсу в восточную, в ближневосточную, в библейскую метафизику, где основе всего бог-творец, да, вот эта идея творца. Творца, который создает человека по своему образу и подобию. Вот ключ. Вот, значит, бог создал не просто человека, как одно из творений, он создает его как свое подобие, как свой образ. Дальше уже начинается рассуждение о том, а в чем заключается этот образ, вообще что такое человек с точки зрения его свойств? Какие свойства являются фундаментальными для человека, а какие случайными? И вот здесь тоже были даны четкие ответы на эти вопросы. Четкие ответы. И, в частности, случайным свойством человека как раз является его смертность, его способность ошибаться. Это случайное свойство человека. А вот неизменным и главным свойством человека является его свобода и его способность, природная, естественная способность воспроизводить божественные логосы. То есть получать их и воспроизводить. Вот это вот, соучаствовать, если угодно, в мироздании, в управлении. Вот это вот его качество. Для этого он и создан. То есть греки, они нащупали это определение, что есть человек. Да, но у них были очень серьезные разногласия о том, что отделяет человека от животного. То есть это тоже такой момент, который в современном мире фактически является возвращением к дискурсу античного времени. То есть, по сути дела, греки считали, что человек между богами и животными занимает некое промежуточное пространство, но он родственен и тем, и другим. И, по сути дела, Аристотель, например, считал человека животным. Дзоун. Дзоун – это живое существо. Только это живое существо политическое. Дзоун – политикун. Но дзоа, вообще-то говоря, это звери. И надо сказать, что греки даже не отличали людей от обезьян. Они обезьян тоже считали видом людей. У них было вот такое континуум, как сейчас говорят. Просто есть плавное представление о том, что любого животного, любого зверя, любого обезьяна можно сделать человеком, если дать ей определенное образование и так далее. Вот она, проблема дарвинизма. Конечно. То есть она из античных времен. Греки не разделяли человека от животного на, если угодно, вот таком качественном, точнее… Но если на биологическом уровне, то в принципе здесь действительно. Но духовный уровень, то есть вот если они ставили… А понятия духовности они вообще не знали. У них не было какого слова. А, ну да, они же были политеистами. То есть у них не было единого бога-творца, а все боги, которые превосходили над человеком, так же, как человек превосходил над животными, вот в этом ключе, в этой картине, в этом, так сказать, раскладе. Они так и рассматривали человека. Ну вот она и проблема. И вот эту вот резкую грань между животным миром и человечеством провели только евреи. Вот в древней еврейской религии она была проведена, и она была проведена бескомпромиссно. Этого не было ни у египтян, где тоже животные миры, боги вообще образовывали некий континуум. Этого не было, например, в религиях Древнего Востока во многих. Но вот именно библейская религия, она эту проблему отчуждения человека от животного мира, его, если угодно, не от мирности, природной не от мирности. То есть он не простой венец творения. Это не одно из творений. Он даже создан по-другому. В Библии ведь все, что существует в мире, создается словом. Бог говорит, будет, и оно происходит. А человек нет. Человек в Библии создается руками. Происходит дань. Руками. То есть Бог лично принимает участие и лично вдувает свой собственный дух в человек. Вот как только это происходит, человек выделяется из животного мира и образует фактически филиал неба на земле. Человек – это Бог на земле. Каждый человек – это маленький филиал Бога на земле. Это совершенно другой уровень ответственности. Совершенно другая планка. То, чего не было в античности. И с одной стороны. Ну а с другой, соответственно, возникают сразу же и проблемы, и вопросы. Если человек – это почти убор, тогда почему все так плохо? Почему он так безобразен? Ну и внутренне, а часто и внешне. И чем объяснить вот такой низкий уровень человека? Вот здесь, опять же, уже была задействована античная парадигма. Для того, чтобы человек выполнял свое вот это божественное предназначение достойно, он должен постоянно развиваться. Он должен постоянно… Ну, дело в том, что в античности все, что творил человек, не считая войн, и воины – это тоже было некое… некие такие представления, некое искусство. Все облачение воинов – это произведение искусства. Почему-то в античности вопрос, видимо, вообще не стоял о том, что… как должен вести себя человек. То есть вот… Интуитивно. У них было интуитивное ощущение вот этого истины. А сейчас мы не можем. Вот я услышала такое слово, я говорю по ощущениям, то есть, как говорит мой, мой так сказать, друг-учитель Леонардо да Винчи, что все мы позна… Все познать мы можем только через ощущение, больше никаких других инструментов познания, и они все дополнительны. То есть, если ты не ощущаешь, ты не сможешь осознать и познать что-то. И когда я говорю человеку одному, в общем-то, неглупому весьма, что по ощущениям это событие или этот объект, он вот такой. Он говорит, ну, это, к сожалению, нельзя документально никаким образом. Я говорю, что как нельзя документально? И вот мы возвращаемся, не возвращаемся, а приходим к такому слову «право». Вот то, что сейчас, вот это разночтение, толерантность, многополярность, и человек уже не пойми, откуда взялся, и кто его родил, и зачем его вообще рожать. Ну, то есть, скоро уже мы дойдем до того, что воздухом дышать не надо, да, там, жидкие воздухи, еще какие-то воздухи. Уже скоро будут говорить, что вот природа, зачем она нужна, что вода – это не вода, да, то есть, вот как? Как можно было дойти до такого? Это плюрализм, вот вспомнила слово, плюрализм мнений, да, то есть, плюрализм концепции, мнений и так далее. То есть, он уже доводит до того, что не просто там, что человек, он же обезьяна, он же, и с этим можно как раз согласиться, потому что человеки могут быть разные, это я так считаю. Эту тему надо исследовать глубже, но все-таки человек, человек настоящий, о котором мы говорим, человек, который имеет право распоряжаться чем-то, что-то делать, это человек, и право у него должно быть в соответствии с его вот этими правильными воззрениями и ощущениями. Ну вот ощущения, да, действительно, человек живет и познает мир через ощущения, это и прекрасно, и в то же время это и является одной из важнейших проблем, проблем, которая была как раз в Бизантии, именно в Бизантии, четко, совершенно сформулирована. то есть никто не говорит, что чувство это зло, потому что ничего другого нет, только через чувство человек что-то вообще общается с миром. Но штука в том, что чувство это главный инструмент обмана человека, обман, обман происходит через чувство, через недостоверную информацию, через слух, через какие-то фальшивые образы, через зрение, вот эта фальсификация ощущений. Вот это вот, я, позвольте, сразу ставлю, чувство и ощущения, это разные вещи. Чувство это органы чувств, и им на потребность, то есть они хотят видеть, слышать, и человеку меняют картинку, меняют звуковой ряд для того, чтобы сформировать неправильные, так сказать, или просто забить правильные ощущения, а ощущения это, скажем так, это тот индикатор, единственно настроенный, правильно настроенный индикатор человека, и он есть не у всех. То есть тот, ощущать и чувствовать. Ну да, это два раза в этом, это все видят. Но обмануть можно и то, и другое. И то, и другое можно обмануть, чувство можно обмануть через имитацию, правдоподобие. Имитация, да. А ощущение же обманывается через так называемую эстетику. Вообще аэстетисис – это и есть по-гречески ощущение. И вот для этого создается специальная система, мировоззренческая система, которую обучают, как правило, в вузах или через какие-то социальные паттерны, моды, модели. Нет, мы уже об этом говорили, об эстетике. И через эстетику… Но дело не в этом. Дело не в тех манипуляциях, которые человек сознательно использует для самообмана, а то, что происходит естественным образом. Человек естественным образом часто не понимает, что происходит, потому что его чувства ограничены. Он смотрит с одной точки зрения. Плюрализм изначально развивался как попытка составить всестороннее представление о некоем явлении или событии. Ну да. И любой, например, судебный допрос свидетелей предполагает, что разные люди с разных точек зрения, с разных позиций видели одно и то же. И только опросив их всех, можно составить так называемую объективную картину. Полную картину. Объективную картину, полную картину. И историк то же самое. Что такое историческое описание? Один автор вот так он увидел. Другой автор по-другому увидел. И только собрав все источники, мы можем составить так называемую объективную картину. Причем существует еще критика. Критика источника. Тоже очень важный момент исторического познания, потому что любая изреченная мысль, она по-своему искажена. Мысль изреченная есть ложь. Есть такой максимум. Поэтому исторический процесс начинается с критики, с очищения. Историческое познание. Но здесь очень важно то, что несмотря на обилие точек зрения, истина существует. Она может быть по-разному выражена, но это не значит, что кто как видел, то так оно и есть. Наоборот. Наоборот. Почти всегда индивидуальная какая-то мысль ошибочна. Индивидуальная точка зрения, индивидуальное представление о чем-то ошибочна. Поэтому и существует наука. Наука, которая пытается создать коллективное, объективное представление об истине. А с чем мы имеем дело в настоящем моменте? С культивацией индивидуума. С культивацией, так сказать, вот этих вот персональных взглядов. Кульцах. Необоснованных. Необоснованных. Часто заведомо ошибочных. Иногда даже просто извращенных. Мысли на ошибочных. То есть продвигаются. И самое удивительное, что это преподносится как некое достижение. Свободное. Мы разбиваем вот эту объективную картину на фрагменты. То есть если раньше собирали. И начинаем упиваться вот этими осколками. Но это деструкция называется. Это деструкция, которая, к сожалению. То есть если раньше собирали картину, то сейчас ее разводят. И более того, значит, толерантность, как принцип, учит нас внимательно относиться вот к этим вот осколкам. Между тем, изначально ведь толерантность это было совершенно другое явление. Это было явление, которое было призвано бороться как раз вот с этими индивидуальными ошибочными некими предрассудками, которые укоренены там часто в традиции бывают, там черный, белый, там, да, желтый, цветной, русский, нерусский. Отход от традиций, которые каким-то образом стали традицией, да, в средние века мы знаем, что на кострах пылали отходы. А это были, это предстоит носителям абсолютно истины. Разность рождается вот именно как лекарство, да, вот этих всех извращений. Но к чему она пришла в итоге? Она пришла к тому, что извращения вообще были возведены в норму. Все, теперь как бы нету понятия истины. Попробуй сейчас на научной какой-то площадке, допустим, на том же историческом форуме, да, поставить вопрос, кто был прав, допустим, в ледовом побоище, да, или на чьей стороне была истина в Невской битве, там, в любом историческом событии. Ну да, то есть вот толерантность, надо было отнестись... Тебя просто скажут, вы не имеете права так ставить вопрос. Спокойно. Более того, уже даже 20-й век попал под эту же гребенку. И уже сейчас, ну мы пока сейчас свидетели того, что фашизм и коммунизм уравняли во многих странах Запада, что само по себе преступление, да. А следующий шаг – это оправдание вообще любых форм преступлений. И вот здесь как раз и должна история заявить во весь голос. И делали они все это через искусство. Да, что в историческом процессе все-таки есть правые и есть виноватые, и есть кто отстаивает истину, и те, за кем истины нет. И ключ к этому – справедливость. Справедливость. Ну то есть вот это к вопросу о праве, да. Что такое вообще право? Система, которую мы называем юриспруденцией, да. Она всегда была как бы за скобками истории, да. А между тем изначально истор – это свидетель в суде. Изначально любое… Ну то есть суд – это и есть история. Это история, событие. Любое следствие, да, любое… Которое рассматривается и оценивается. Оно рассматривается и оценивается. И вопрос лишь в том, что на основании чего оно оценивается. На основании закона. А кто пишет этот закон? И тут мы выходим еще на одну сквозную тему, о которой, конечно, надо говорить отдельно, да. Закон и правда. Право и правда. В какой области, область права, в каком смысле, да, область права относится к области… Правды. Правды. Это физическое. Вот, мы сейчас нашли тему «право, правда, право, закон». Вот, это будет отдельная тема. И надо сказать, что, например, в римской традиции, которая, кстати, тоже унаследовала Византия, причем ее тоже мощный такой вот цивилизационный плюс, в римской традиции вся область права находится в священной сфере. То есть, все право священное. А уход от сакральности права приводит к тому, что мы сейчас имеем. Даже советские законы, какие бы они ни были, они были как бы обезбожены, но не обессмысленны. Любой закон – это всегда вход в священное место. И, например, допустим, в тех же Афинах человек, выступающий с законодательной инициативой и не получающей поддержки, обрекался на смертную казнь. То есть, если ты вторгся вот в это священное пространство с каким-то своим этим законом, да, с формулой некой, которую ты пытаешься описать, да, вот эту область правды, и эта твоя формула ошибочна, ты святотатец, ты не можешь больше жить. И поэтому афиняне очень бережно относились вообще ко всей системе. Но это хорошее, это хорошее. Я не понимаю, почему сейчас не применяется к этим вот законодательным законодателям. А мы сейчас вступили в такую странную культурную, скажем так, парадигму, где количество новых законов является критерием успешности. Не количество, а количество довесков к закону. То есть, каждый год принимаются тысячи новых законов. Тысячи. И ни одним законом невозможно пользоваться, поскольку он мог два дня назад быть изменен, и ты об этом не знаешь. То есть, вот это возникает совершенно страшная ситуация текучего права. Она имеет тенденцию очень давно, и в советские времена имела. А усилилась она, наверное, в 2000-й год. То, что я знаю, потому что я этим занималась серьезно по заказу издательства. Но там не менялись законы, а подзаконные акты, инструкции, всякие дополнения, как то, что мы сейчас, изменения. То есть, закон сам остается. А сейчас меняются законы. И именно формулировка закона меняется. Причем и даже не один закон. Вот издается недавно, вышел новый закон. Тысяча там какой-то. И он выглядит так. В законе таком убрать этот параграф, в законе таком вместо этого параграфа этот параграф. И ты, читая этот закон о других законах, где там может быть их 20 законов, не понимаешь, о чем это будет. То есть, закон об изменении нескольких законов. Десятков законов. Но это же преступление. С точки зрения Афинин, не просто преступление, а святотатство. То есть, это не святотатство, это вообще... То есть, как? То есть, какая-то одна бумажка хочет изменить. Потом мы читаем одни и те же тексты под разными законопроектами. Это мы сами видели своими глазами. Которые не имеют вообще права на существование. При этом, если один отбили, то второй, может быть, пройдет. И вот это вот то, что в одной бумажке изменения. Вот, это значит, еще одно. Но здесь что важно? Что в истории, вот в судебном процессе понятно, да? Вердикт выносится на основании существующих законов. А как вынести исторический вердикт? Да. Как вот уже куча всяких проблем. Это исторический процесс. Даже такая передача была. Там, в свое время, Сванидзе, значит, там они, что-то, Кургинян, да. Но это ни о чем. Суд истории. Это выглядело очень смешно. Это просто называлось вот... Потому что... Потому что не было у них критериев. Критериев, права и индикаторов. Самое важное, что такие критерии есть. Конечно, есть. Можно говорить, что их в принципе нет. Что, ну, бессмысленно судить. Например, допустим, вот есть фашисты, есть коммунисты. С точки зрения фашистов, фашисты правы. С точки зрения коммунистов, коммунисты правы. А на самом деле ни правы ни те, ни другие. А правы мы. Да? Ну почему мы правы? Потому что мы в данный момент присвоили себе это право. То есть, право судить может быть присвоено. Но история учит другому. История учит тому, что право – это божественная прерогатива. Божественная прерогатива, которая распространяется, распределяется только Богом. Вот только Бог может давать людям право что-то делать. Это называется пресс-бэйя. Это называется… Да, вот вы об этом много в последнее время пишете. В Ветхом Завете это называлось старейшинство. Бог вручает старейшинство. То есть сначала там Моисею, потом другим. И эти старейшины своим авторитетом могут судить. И, строго говоря, кроме них никто не может судить. Вот только они могут судить. Почему они могут судить? Не по своим заслугам. Бог увидел в них этот инструмент. Это зависит от чистоты. Я думаю, что он не увидел. Он им просто дал изначально. Да, просто дал им это право. Может, это даже вообще не зависит от личных качеств. Оно, как правило, зависит. Нет, это качество, которое в них заложено изначально. То есть человек рождается с определенным набором качеств. Причем человек может надругаться над этим. Он может злоупотребить этим своим правом. И тогда ему наказание страшное. Потому что он тем самым не просто использовал, как говорится, сейчас служебное положение в корыстных целях, а он злоупотребил божественным даром. Особенно это касается священника. Потому что в христианскую эпоху просьба ее перешла с судебной сферы на сферу сакральную. Но там то же самое. Что такое священник? Священник это тот, кто должен правильно учить. Кто должен любому человеку, который придет к нему с вопросом, дать правильный ответ. И на любое действие человека он должен дать четкую нравственную оценку. И сфера просьбея, она распространяется и на государственную деятельность, и на научную деятельность. Потому что далеко не каждый может учить, далеко не каждый может анализировать и выводить, делать какие-то выводы. Распространяется вообще на художественный мир, на мир искусства. Потому что для того, чтобы что-то создавать, надо иметь право на это. И это право дается не дипломом. Создавать ты можешь что угодно, но ты не имеешь права это транслировать, выставлять на показ, как нечто заслуживающее внимания. То, что произошло в 20 веке. Начали с несчастного Малевича, которого заставили, скажем, спровоцировали. Я все-таки, потому что это талантливый человек, очень. То есть, если бы он не был талантлив, никто бы его не использовал. Заставили вас, так сказать, выдать некие не пойми чего. Ну да, это была хулиганская акция. Это не хулиганская акция, это формирование новой религии, новой эстетики, нового мировоззрения. Мы прекрасно знаем, что это было такое. Это была уже активная фаза. То есть, над этим это бы не прошло бы в культурной среде, в античной среде. Ну, понятно, что даже в средние века даже это бы не прошло, несмотря на то, что там корявость была, так сказать, взята на вооружение. И это прошло только в 20 веке, в эпоху технологического скачка и высвобождения времени и появления вот этих вот существ, которым нечем заняться. Они решили, что они могут быть художниками, называться художниками, они могут творить. И как вот показательное выступление, оскверняющее человека, да, показательное выступление, это голый кулик в ошейнике. Место выбрано тоже не случайно. Тут детский мир, здесь КГБ. И человекообразное существо бегает голым, набрасывается на людей. Это перформанс. Его за это вроде там что-то даже в милицию забирали, но не посадили, что самое интересное. И это явление, оно не вызвано каким-то сдавливанием или как вот на советские времена, там, там, вот, ограничили в самовыражении. Нет, он пропагандирует концепцию человек-животное. То есть у него партия животных, он вот как бы в виде бешеного пса, перформанса, называется бешеный пёс. За время, пока человек был убаюкиваем высокой культурой, да, на его убаюкиваем, произошли злокачественные процессы отмирания значительной массы людей, которые потеряли способность видеть в себе, видеть в себе красоту. Они потеряли эту способность, у них, и вот такие, как кулик, да, это вот, ну, такое вот воплощенное зло, да. Но это лекарство с другой стороны, если это всё. Ну, вот тот, вот тот персонаж, да, который прибил свои детородные органы в Красной площади, вот он акционист, вот он у меня вызывает уважение. Да. Потому что он акционист, то есть я вообще люблю акционистов, у меня куча друзей. Ну, он фактически. И все мои актуальщики, друзья-актуальщики, они провоцируют, но они, как это было, Будаев, да, возьми Будаева. Он там, что он там только не намесят, но это для того, чтобы зацепить человеческую совесть. Здесь всё-таки не надо путать актуальщиков. И действительно, вот этих вот агаживателей, их многие не различают. То есть вызовы и вот эти вот выходки, арт, они нам были очень милы, потому что, когда там хулиганские картинки Костя Звездочётова, там, Будаева, то есть этих великих художников, великих, без преувеличения, гениев, они будоражат, они будоражат сознание и заставляют обратить внимание на то, на что человек, потому что человек забыл вообще, что на это надо обратить внимание. Это актуальное искусство. Оно хулиганское, корявое, яркое и взрывное. Взрывное, там тоже много, может, какой-то а-ля непотребщины, острых моментов. Это для того, чтобы как раз вот их сбудить. Но вот чёткое такое вот введение в состояние и выставление на показ скотского вот этого вот поведения, это очень серьёзная акция, причём она имеет глубокие корни. Я больше и больше на это сейчас обращаю внимание, даже пишу статью и наткнулась на эти моменты переодевания человека в животных, козлиные шествия, козлиные песни, да, то есть это всё идёт оттуда, но это игра, которая в античности была допустима, как представление, как шоу, как вот человек собрал урожай, и у него праздник, и он дурачится, он наряжается в козла, ещё в кого-то. Здесь нет этой проблемы, то есть ему не надо дурачиться для того, чтобы нарядить, то есть, точнее, ряжение бешеного пса – это не элемент свободы, это как бы продвижение не собака, друг человека, не котики, не ещё кто-то, а именно бешеный пёс. Но это чистые вододеструкции. Мы ушли от нашей темы, которую, в общем-то, мы так особо и не вычленили. Причина причин, скажем так, она бы у нас, наверное, называлась причина причин деструкции. Ключ к этим самым вечным проблемам, он так или иначе ведёт нас к античности и к метафизике, к глобальным вопросам философским, потому что только там, в этой области, философский, если угодно, даже в религиозный, можно найти более-менее убедительные ответы на эти запросы. Философия без религии – это, как говорится, пустые умствования, а религия без философии – это такое вхождение в очарование какое-то, пребывание в неком блаженстве, тоже не всегда имеющее результаты. Первый вопрос – зачем? Зачем? То есть человек должен понимать, во-первых, понимать, что он человек, чем он отличается от обезьяны, пускай, допустим, опять эту обезьяну, от собаки, от кошки, от бога, в конце концов. Я склоняюсь к тому, что человек имеет разные подвиды. Это отдельная тема, которую у меня нет сейчас сил пока развивать, я ещё и не биолог. К этому, я думаю, подошёл великий Данилевский, об этом я сто раз уже тоже сказала, но не дошёл до конца. Эта тема открыта и очень важна. То есть человек должен понимать, кто он и своё место. Это немножко в восточных концепциях мировоззренческих есть, потому что там как раз соединение религии с литературой и философией. То есть во всех вот этих вот игровых и, скажем так, нарядных полусказочных повествованиях, не полусказочных, а даже сказочных, там, в общем-то, всё есть. Но мы к этому не привыкли, нам это непривычно, потому что и сказки русские пытались многократно запретить. А что уж говорить о многослойных таких произведениях, как Пураны, где, в общем-то, всё есть, но это не каждому по силам переварится. Ну вот в чём, на мой взгляд, слабость как раз всего восточного, восточной традиции, в ней нет истории. Вот в индийской традиции нет истории. Да, 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 вообще нет. В китайской она есть, но своеобразно. Вот в чём слабость? Они создают метанарратив такой вот глобальный, ну, назовём это сказкой, мифом, да, как угодно можно сказать, который абсолютно универсальный, абсолютно. Он для всех времён и народа. Да. Из него вычленяешь вот эту модель поведения и берёшь, вот, пожалуйста, тебе. Но в чём его слабость? В том, что он не воспринимается как нечто... Достоверное. Достоверное. Да, да, да. Вот эта недостоверность, хотя всегда, вот даже в индийских стихах и рассказах, да, это всё маркируется именами правителей, топографически, странами конкретно. То есть есть время, место, обстоятельства. Всё как бы исторично. Но все понимают, что это не история, да, и надо сказать, что и сами создатели этих священений стараются вывести это за рамки исторического процесса в вечность. Да, они создают эти ситуации в вечности. Потому что с их точки зрения, это вообще свойство именно индийской традиции, нет времени как феномен. Нет, нет как феномен. Это всё циклы. Циклы, и эта ситуация, пожалуйста, она актуальна в любое время. Любое время. И это так и есть. Если мы посмотрим, мы посмотрим, что она действительно актуальна. С одной стороны, да, но с другой всё-таки. Вот в чём сила греков, в чём сила даже не греков, а византийцев, в том, что всё-таки они понимают, что эти процессы, они направлены, то есть эти циклы, они движутся в определённом направлении, и мне главное, что у них есть цель. Называется цивилизационные процессы. Да. А там, где цивилизационные процессы, вот как раз, вот я сейчас только поняла, в чём проблема вот эта историка, литература, мифология, она там зациклена. 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 Там нет цивилизационных процессов. Там нет развития. И цели поставлены очень абстрактно. Там цель одна – воспроизвести некую модель. Да. То есть там нет чёткого описания добра и зла. В античности тоже боги ведут себя, в общем, достаточно противоречиво. Но она и близка античности к индийской традиции. Но они очень близки, вообще это, пожалуй, может быть одно и то же, просто в разных, так сказать, культурах по-разному проявлено. Но мы должны найти, чтобы всё-таки спасти ситуацию на земле, человек обязан найти причины, найти проблемы. Правильно их сформулировать. Правильно их сформулировать, увидеть их вот в этом историческом разрезе. Но сейчас вот наша вот эта вот достаточно объёмная и сложная беседа обо всём, она, по крайней мере, привела к тому, что проблемы до сих пор не выявлены. И проблемы нужно выявлять. А выявлять их можно каким образом? Если эта ситуация повторяется. Ну, это психологическая проблема. Причём без вульгаризации в области социальной психологии. Это другая крайность, которая вообще лишает человека субъектности. Потому что вот одна из бед социологии, как науки, это представление о человеческой истории, в частности, как о некоем практически естественном процессе. Это не так. Нет. Это не так. Человек – это всё-таки субъект. Личность. И человечество – это тоже субъект. И любой народ – это субъект. И вот эта субъектность, вот её надо сохранить, изучая вот эту макропсихологию. Личность движет историю. Это всем давно известно. То есть нет личности, нет какого-то события, которое инициирует какая-то личность. Как бы нравится кому-то Владимир Владимирович Ленин, не нравится. Сталин нравится, не нравится. Это личности, которые имели право на инициацию каких-то процессов. И они это право реализовали в полной мере. Александр Македонский, понятно. Точно так же есть личности национального маршрута, то есть нации. Личности нации. Потому что, если мы на историю посмотрим с очень большой высоты, мы там не увидим людей, но мы увидим народу. Мы увидим, как они принимают решения, как они развиваются, расширяются, или наоборот погибают, скатываются в деградацию. С народами, национальностями это тоже... То, что раньше называли это воля. В принципе, почему нет? Субъектность, по крайней мере... Но она, конечно, реализуется через вождей, через лидеров. Не обязательно через политических. Это могут быть лидеры интеллектуальные. Люди, даже лидеры, вот как у греков, например. Художники. Огромную роль в развитии Греции как раз играли Фиди, Прокситель, Эврипид и так далее. Поэтому... Но главное, да, вот изучение этой макропсихологии... И я опять вернусь к своему прекрасному понятию, любимому мною и исследуемому, теруар. Мне очень интересен процесс. И мне кажется, хоть он, в общем-то, изучаем, но как-то не так, как мне бы хотелось. Происхождение народов. Ну, в любом случае, нации рождаются. Нации рождаются. Они происходят. Из чего вот они происходят? Никто не... Греки считали, что они прямо вырастают из земли, как грибы. У восточных народов они происходят из зверей. Это, кстати, тоже такой древний тервинизм. Из волков, из медведей. Вот, вот у каждого... Вот, вот это народ... Ну, это мы по религиям можем увидеть. А вот, например, у славянских народов или у германских люди происходят от богов. И, кстати, у греков тоже. Что это? Некоторые происходят от богов, а некоторые нет. То есть, вот разность происхождения как раз и обуславливала разность права. Разность права. Да, права. Потому что некоторые нации рождены господами, некоторые рождены рабами и так далее. Да, и вот мы подошли к тому, что право, правда может быть разное. То есть, китайцы, русские разные. Происхождение народов, происхождение их мировоззренческих концепций, образов жизни, о чем я уже говорила, что войны происходят из-за... Ну, вот кто-то кому-то пытался навязать свой образ жизни, те не согласились с этим, произошла, так сказать, драка. И при этом есть понятие универсальная ценность, да, которая охраняется у ЮНЕСКО и нашими, так сказать, законами о культурном достоянии. Потому что проявление культуры любой нации, оно имеет ценности. Поэтому задача макрочеловечества, да, как можно так назвать, нацчеловечества, собирать эти ценности и анализировать, и хранить. Ну, вот, наверное, культура и есть та, наверное, сфера, да, та сфера, которая, по крайней мере, официально, да, может стать такой универсальной площадкой. Вот нигде больше, наверное, вот я сейчас это смотрю, нигде больше в современном человеческом дискурсе, да, нет понятия универсального, да, нет универсальной, там, красоты, нет универсальной истины, нет универсальной политической какой-то правоты, там, юридического поля универсального не существует. Ну, вот, когда речь идет о культуре, вот здесь сформулирован этот тезис. Ну, именно поэтому у нас идет такая борьба с культурой. Потому что я считаю, что достаточно в нелегких условиях человеческого бытия, даже в античности, когда люди творили шедевр, которые нам сейчас сложно осмыслить, я думаю, что это было очень нелегко создать произведение искусства. И тот, кто его создавал, он только этим и занимался. Он понимал, что это ответственность, это его просто само, как это, пожертвование, он выкладывался полностью. А сейчас вот это девальвация. То есть, конечно, произведение искусства может быть, как у великий художник Анатолий Зверев, который за минуту создавал шедевры, и которого вообще среди официальных художников не признавали гений, так сказать, гениев. Его, конечно, ценили и при жизни, но в родной стране, в Советском Союзе, он фактически чуть ли не умирал с голоду. Но это вот та проблема, о которой мы уже сегодня говорили, большое видится на расстоянии. Вот почему то, что происходит здесь и сейчас, кажется иногда маловажным, незначительным. И человек, который вроде, ну очевидный гений, ну к нему отношение такое, как бы... Ну это пример просто создания произведения искусства в кратчайшие сроки, но такие их произведения, то есть это как бы человек выдавал туда весь потенциал накопленный, не даже не накопленный, а сфокусированный. То есть понятно, что у Толи потенциал был где-то, видимо, в облачном пространстве, но вот он вот так мог раз, это нельзя, то есть великий человек, великий художник. Сейчас при помощи технологий, которые удешевляют и упрощают все, что угодно, каждый раздевшийся до гола думает, вообще ничего не надо для того, чтобы стать объектом. Пишут искусствоведы, типа искусствоведы, типа я их так называю. Художник использует свое собственное тело как объект. Да, если это тело действительно имеет ценность, и мозги еще там должны быть, да, но если просто какой-то придурок бегает голым, тряся своими этими самыми причинами, мне это неинтересно, он уникал, никакой ценности он не представляет. Или, например, вот на стене, не ахтикак, но от души, написано «Севастополь-гордость России». Это без специальных приспособлений написать достаточно сложно. Вот человек взял краску, постарался, чтобы это было ровно, побелил стену синей краской, написал ровными буквами нормально. Вот он от души сделал это, и еще и значок героя туда прилепил, город-герой, дескать. И я наблюдаю, и даже уже иду с ними, так сказать, драться, существ, которые, которым дали, как я потом выяснила, что эти существа нанимаются, им дают деньги, дают какие-то трафареты, и они начинают вот, ну, одно дело гадить там, где в отхожих, в местах, которые никто не видит. Но им было, видимо, дано задание замазать вот эту вот надпись «Севастополь-гордость России» специальными вот этими трафаретами, похожими, так сказать, на вот эти вот фекальные, фекальную такую, скажем, эстетику, я бы назвала. Ну, это граффити называется, но граффити разное. Мы знаем, что граффити есть, и прекрасные картины рисуются в этой технике. Но когда что-то похожее на кучки фекалий рисуются на слове «Севастополь» и «Россия», это уже преступление. При общении с этими вот существами я понимаю, что они плохо владеют человеческой речью, что они не понимают, кто они, где они, зачем, но они наглые, и они уверены в своих действиях, потому что им, в принципе, запрещено жить и что-либо делать. И вот им вдруг наконец-то дали и вручили в руки инструмент и наглость. И они прут напролом, они посылают тебя матом, то есть говорят, что ты с собой готова подраться, при том, что прекрасно знают, что это сейчас их просто арестуют, если вовремя приедет полиция, но полиция вовремя не приезжает, и они безнаказанно. То есть вот такая вот ситуация. Это говорит о чем? О том, что представление об универсальных ценностях человеческих, оно все равно до сих пор плавает. Но дело не только в этом. Дело в том, что и представление о человеке тоже плавает. Оно размыто. Ну вот это и есть главная опасность современной. И вот это размытое представление о человеке и о ценностях его, оно сейчас становится проблемой номер один. Размывается все. Размывается проблема правды, истины. Размывается проблема справедливости. Я уж не говорю про красоту, про нравственность. Это вообще все сейчас выглядит почти как смешно. Как смешно. Попробуй скажи совесть, попробуй скажи добро и зло. Они над этим смеются. Они над этим будут смеяться. И при этом нам навешивали... Такие вещи, как порядочные, честные, справедливые. Это вызывает смех. Почему? Вот в этом надо разобраться. И тут... Потому что когда нам, советским детям, читали, что такое хорошо, что такое плохо, хотелось вот... Ну да, да. Это... Нас зашивали, зашивали нас в определенный формат. Ну вот. Сквозные темы. Кто такой человек? Какое он имеет право? Какое он создает право? Это закон, закон, человеческий закон. И наблюдая за природой, да, за живыми существами, четко видны, то есть их законы, их существование. Они видны, они даны им свыше, и они по этим законам существуют, и они не меняются. Виды. Изменяется вид, другой вид появляется, вымирает. У каждого вида свои законы. У человека законы, ну, как бы основные, вроде бы не меняются, но их, так сказать, трактовка, и именно кто имеет право. То есть право сильного, право победителя. Победитель имеет право занять какую-то должность руководящую, или тот, или манипулятор. Вот сейчас мы видим манипуляторов, которые, как это называют теперь, лидеры. То есть ты лидер только потому, что ты умеешь обмануть толпу. Или начальника. Курсы, да, курсы каких-то этих самых мозговых, выносных хочешь, делай, неважно, какими способами ты это делаешь, ты имеешь право. Кто? Кто тебе дал право вообще? Ты кто? И вот эти вот скачущие там где-то на каких-то марафонах там они проводят, да, то есть они вот всаживают вот в эту толпу, в эти массы мысли о том, что они имеют право на что-то там, на то, что они хотят, имеют право. И к чему это приводит? Это приводит к полному обессмысливанию, но росту, только лишь росту потребления. Потому что это могут быть как стимуляция потребления каких-то товаров, услуг, сервисов. Но при этом, при всем при этом мы видим картину, то, что видим мы и за что нас осмеивают, то, что мы видим уничтожение природы, без которой человек жить не может. Это говорит, как я всегда говорю, это говорит о том, что те, кто ее уничтожают, она для них не является универсальной. То есть универсальная ценность для человека, некую как бы поверхку, это природа. Без нее человек жить не может. Природные ресурсы, которые он не создавал. Это самая главная ценность. Дальше человек создает при помощи их культуру. Если это действительно культура, которая возвышает человека, значит, это то универсальная ценность тоже всего человечества. Вот они, два кита. Дальше, если... Итак, мы сначала должны провести, так сказать, выборку и вот этот вот отсев. Человеки сюда, те, кто понимает природные культурные ценности, сюда и судит только по делам. Что они сделали? Они вырубили лес без причины. То есть причина построить там что-то, это не повод уничтожения природы. Зачем? Для того, чтобы построить, нужно проанализировать плюсы, минусы, прибыли, убыли, значение для того, кто строит, значение для общества. Осушение болот Нила – это необходимый процесс. Это ответ на катастрофу экологическую. То есть человек, живя в природе, часто подвергается очень серьезным опасностям, связанным с изменениями климата, да, вот у Сахары когда-то была полноводной степени. Изменение климата. Изменение климата. Какая реакция? Кто-то умер, не смог справиться. Теруар поменялся, все, вымирают культуры. Но человек от Бога наделен способностью менять природу. Или уходить на другие, а он не знает, куда пойти, где лучше. В данном случае уходить было некуда. Да, и искать лучших мест не было возможности. Кто-то, может быть, вернулся в Саванну, в тропики, ушли они в леса. Но египтяне, увидев Нил, Нил не пересох, это единственная река в Северной Африке осталась. Заболоченная, очень практически непригодная для жизни. Комары, бабы, гемоты, крокодилы, все просто топи. Он начинает осваивать эту реку, хорошее слово осваивать. То есть он ее делает своей, не присваивает, а осваивает. Она по-прежнему величественно течет к водам Средиземного моря, с ней ничего не происходит, но она становится пригодна для жизни. Вот нельзя путать освоение природы, то есть ее оккультуривание в высоком смысле слова, с ее уничтожением. С ее присвоением, с последующим уничтожением. То есть что такое купил участок земли для того, чтобы его уничтожить там лес. Не для того, чтобы жить на нем, а вот еще в чем катастрофа нашего времени, что люди, вот это вот право собственности, оно не связано с правом, с понятием свой. То есть у человека есть какой-то кусок земли, но он не отождествляет его со своим домом. Он его покупает с коммерческой целью. Да, вот эта коммерциализация. Такого, мне кажется, не было никогда. Продолжение природы – это самая страшная опасность. Да, конечно. В античности невозможно было продать землю. Вообще никогда не было. В Средневековье невозможно было. Только ты можешь продавать право там пахать землю, пожалуйста. Да, дать. Ты можешь обменять участок на другой там и так далее. Более того, вплоть до 20 века и в России нельзя было просто так продать землю. Переуступление прав или там право о пользовании для пользования, необходимого пользования, рационального пользования. И сейчас происходит нечто совершенно противоположное. Наделение. Когда идет хищническое, фактически вырубка лесов, уничтожение рек. Сливание в рек химикатов всяких. Вот это вот человек превратился в какое-то, даже не зверь, он хуже зверя. Значит, даже зверь, он все-таки тоже в первую очередь дитя природы. Вот в чем… Что ж, две звери ничего плохого не делают. Поэтому современный человек, он просто какой-то, ну, становится исчадием. Да, то есть его сама природа рано или поздно просто оторгнет и все. Ну да. И наступит конец. Все, вот пример. Далеко ходить не надо. То есть император наделяет вот этими вот сотнями гектаров южного берега Крыма. Зачем? Чтобы там было красиво. Не просто красиво, оно должно приносить доход. Там должны быть сады. То есть это должно быть нечто, что полезно. Доход второстепенно. Главное, чтобы она была оккультурена. Задача была освоена и оккультурена. Там были сады. Хочешь продавай, хочешь раздавай бесплатно. Доход – это твое личное дело. Тебе дана земля. Там у тебя должен стоять красивый дворец, красивый сад, благоухать. И там должны жить люди, которые в этом раю, они работают, живут, получают удовольствие. И это было. Если ты не осваиваешь эту землю, не занимаешься ее... Отнимали. Ее отнимали. Я совсем перестала наблюдать, вообще слышать слово геологическая экспертиза. Мне кажется, ее не делают вообще. То есть в данном случае, а это обязательные условия для любого строительства в любых, не в сейсмоопасных зонах, а просто в любых. То есть нигде в городе Москве, говорю, в 2000 каком-то начальном году, мне сказали, что прежде чем украсить имеющийся сквер, малая архитектурная форма, которая вообще мобильная, она не имеет ни то что фундаментов, ничего, мне нужно делать в любом случае все равно геоподоснову. Потому что если это какая-то концепция какого-то пространства, а там источники, там у нас родники, это Москва. Южный берег Крыма, где рельеф, сейсмоопасные слои вообще, карстовые пустоты, я не видела ни одной геологической экспертизы. Ни одной. То есть мне непонятно. Или их вообще никто просто не запрашивает, никто их не требует. Или это же все должно быть в общественном пространстве. То есть без геоподоснов, без геологической экспертизы строить ничего нельзя. Экологическая экспертиза, мы слышим, откуда такое слово, но она, как правило, покупается. И мы имели ситуацию с Балаклавой, когда проект, который просто, как говорится, наплевал на существующий природный объект, получил положительную экспертизу. Но все равно, как говорится, был скандал, была потасовка. Итак, индикатором человекообразия, можно так сказать, является его отношение к природе и к универсальным природным ценностям и универсальным культурным ценностям. Нравится мне, допустим, китайская культура, мне нравится. Но я понимаю, какое значение имеют произведения искусства и элементы этой культуры. Для человечества мы ее обязаны изучать, ценить и хранить. Также мы должны понимать, что Россия – многонациональная страна, у каждой культуры могут быть свои традиции и образы, но есть, вот еще какое понятие мы должны сказать, цивилизационные, общецивилизационные ценности. Да, это помимо универсальных общечеловеческих, все-таки нужно понимать, что есть разные цивилизации. Вот к чему мы пришли, что нет цивилизационного процесса развития, когда действительно, чем я, это мое определение, оно, собственно, существует где-то, я его видел своими глазами, но не помню где, что искусство – это то, что облагораживает. Это был у греков. То есть они искусство ставили как образец, театр, и там, так сказать, нравоучительные постановки, то есть они не ставили это в какой-то процесс осмысления там на научных трудах, да, не было у них… По крайней мере, прагматически они понимали, что театр – это очень полезное… Искусство – это то, что облагораживает, то, что возносит человека, отрывает его от земли, от сельскохозяйственной деятельности, и человек в свободное время обязан пойти на форум, в театр и созерцать высокое искусство. Ну все это еще было связано с религией тесным образом, то есть… Ну и религия у греков была не метафизическая, а вполне такая вот практическая, можно даже сказать эстетическая. Вот. И то, что… То есть цивилизационный процесс, общие цивилизационные ценности – это то, что облагораживает, облагораживает. Нам сейчас это подменяют чем? Технологическими ценностями, то есть чем быстрее какие-то процессы происходят, тем лучше, чем мы много-много сейчас чего-то налепим, больше, больше, лучше. А Ленин что говорил – лучше, меньше, да лучше, опять. Ну, то, что сейчас происходит, это тот же самый Ленин называл «детская болезнь ливизны», то есть чиновники сидели-сидели, спали-спали, вдруг… иероглиф такой был вывешен – цифровизация, и понеслось. Никто не понимает, что это такое, никто не понимает, зачем это все. Но уже все рапортуют, что все тотально оцифруем и так далее, не понимая, что… Ну, так устроен, к сожалению, современный человек, он не рефлексирует на глобальные темы. Вот одна из наших задач как раз – эту рефлексию задать. Зачем? Вот эти вопросы задавать, не стыдиться. Где? Что? Зачем? Почему? Как? Это мой первый глобальный проект. Когда мы не вернем эту культуру задавания вопросов в современный мир, он будет так и катиться в пропасть. К сожалению, и вот эти все процессы технологические, технологии, они лишь ускоряют этот процесс. А не ускоряют. Это очень… Это запущенные процессы деградации. И вот в современной технологии… Ускоренные процессы деградации. Вот почему так важно восстановить вот эту гуманитарную культуру, да, культуру… культуру культуры, задавания вопросов в современном мире. Потому что если не успеем, а все быстро, быстро, быстрее, быстрее, если не успеем одуматься, не успеем остановиться, то уже невозможно будет предотвратить катастрофу. Ну, природа говорит, да, в апокалипсисе, что будут землетрясения, войны, все есть. Ну да, там случатся другие механизмы. Мы сидим, ждем землетрясений. Раз в сто лет уже все сходится. И периодичность, и направление вроде бы движений, волн. Ждем, ждем. Ну, а я не хочу, чтобы все рухнуло. Потому что я в жизни своей ничего практически не сделал то, чего я хотела. Другое дело, что у меня возникают задачи все более и более масштабные. Что-то отмирает, как говорил один из великих наших покойных, к сожалению, киногениев, Соловьев. Эти вот два мешка сразу выбрасываю. А вот еще там три мешка или полтора, еще покопайся. То есть мы плодим, 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 потом понимаем, а это уже Но то, что уже вот переходит из периода в период свой лично исторический, это уже действительно нужно этому уделить внимание и этим заниматься. То есть я ничего не успела сделать. Кино все я уже бросила и вообще и не хочу. И это я считаю, что совершенно сейчас не актуально. Если кто-то на это способен тратить время, у меня на кино времени нет, на игровое кино. Есть время только на осмысление происходящего и на поиск каких-то решений по спасению человечества. Не хочется нам, чтобы все рухнуло, да, Павел Владимирович? Ну, дело в том, что если все будет правильно организовано, допустим, те же деревья, как выясняется, способны гасить сейсмические волны, да. Природа делает все, чтобы нам было хорошо. А их вырубают. И только мы сами делаем себе плохо. Ну, как нам остановить тех, которые умышленно уничтожают природу? При этом они не видят в этом вообще никакой проблемы. Они видят в этом… Нужно остановить, не изменив социум. А чтобы изменить социум, нужно задавать вот эти самые вопросы, нужно изучать историю и показывать, что… Ну, как мы можем заставить этот социум задавать вопрос и изучать историю? Мы сами будем это делать. Потому что кто-то должен это делать. Далеко не все имеют на это право и имеют такую возможность. У нас такая возможность есть. Мы должны говорить, рассказывать людям, показывать это. по крайней мере, вот верный диагноз ставить, да, ставить верный. Потому что никакие вот такие вот стихийные меры там, допустим, да, какие-то пикеты, какие-то протесты, какие-то письма, они не спасают ситуацию. Они просто, ну, может быть, чуть-чуть тормозят, но… Нет, они высвечивают проблему. А глубинное решение, фундаментальное решение, оно только на уровне вот именно фундамента должно происходить. И здесь самый важный процесс – это вочеловечивание человека. Вочеловечивание. Вочеловечивание. Обратно. Вочеловечивание человека. И если те люди, которые принимают решения, те люди, которые сейчас разрушают мир, очеловечатся, то и нам ничего не надо будет уже делать. То есть они и сами не будут делать те преступления, совершать те жуткие ошибки, мягко говоря, да, которые мы сейчас… Ну, что значит, кто им дал право принимать решения? Я им права не давал, но я и его, собственно, и в тот момент мы проморгали не потому, что мы идиоты, а потому, что чуть-чуть были… нам были сдвинуты на стройке умышленно. Дело в том, что право можно украсть. Его не обязательно брать. Его можно украсть. Вот в этом особенность человеческого социума. Это понятно. Но если его украли, значит, его нужно немедленно вернуть обратно и наказать мора. Его может вернуть только тот, у кого оно украдено. А тот, у кого оно украдено, он убит. На место убиенного придут его потомки, и они могут обладать этим правом. А могут и не обладать, потому что это индивидуальная особенность. Там-то и дело, что такие права не наследуются. Это вещи сакральные. Наследуются права на землю. Что стабилизировало, допустим, древнее общество, даже средневековое общество? Это аристократические, конечно, вот эти семьи, где существовала определенная культура. Но мы видим, что, допустим, уже в начале XX века это не работало. То есть сплошь и рядом мы видим деградацию этих семей. Ну, во-первых, аристократия, она тоже откуда-то бралась? Она бралась из более низших сословий? Нет, она бралась на основе пресс-бэйби. Аристократ появлялся только тогда, когда у человека низкого сословия, крестьянина, воина, появлялось право. Оно появлялось обычно в результате подвига. Ну, я и говорю, что оно появлялось в результате каких-то заслуг. Дальше этот подвиг, он как бы закреплялся за его родом. Это становился семейный подвиг. Да, может быть, сын его уже не становился, но он тянулся к этому. А чаще всего он совершал свои подвиги. То есть накапливалось вот это вот пресс-бэйби, семейное авторитет. Семейное благо. Если в семье рождался человек, не способный к подвигам, он, по крайней мере, дорожил именем своей фамилии. Он берег имя. Он берег имя и не совершал ничего порочащего это имя. И вот таким образом появлялась некая структура, стержень, вокруг которого создавалось общество. И если кто-то где-то нарушал какие-то священные законы, вот эти люди, обладающие этим правом, аристократы, они приходили и наказывали. И никто не спрашивал, по какому праву они это делают. Потому что все понимали, что у них это право есть. Аристократию уничтожили повсеместно. Ну а как она, аристократия дала всегда? Весь двадцатый век уничтожали. Чем? Деньгами. Ее уничтожали деньгами. Деньгами. Вот если ты в эту структуру впускаешь деньги, то любой подвиг теряет силу. Ну да, покупка потом титулов пошла, имен. Покупаются земли, покупаются замки. Все покупается. Более того, сами эти фамилии уничтожаются через азартные игры, через всякие там незаконные связи. Ну это уже методы разврата. Методы разврата. Через разврат. Это методология. Порочится имя, утрачивается пресс-б. Методология. Методология, да. Кто пришел на смену этим всем ребятам? Гниль. Усвоившая себе пресс-б. Те, кто разлагал, те и пришли. Да, да, да. И мы сейчас живем вот в этом мире, наполненном этим развратом. Как спасти ситуацию? Нужны новые подвиги. Только через подвиги можно завоевать пресс-б. Даже был, помнишь, такой лозунг «В борьбе обретешь ты право свое». Он был в революционном лозу. Но революционное движение тоже было отчасти вызвано кризисом аристократии. То есть все понимали, что вот эти древние столпы, они уже не справляются с возложенными на них функциями. Революции выдвинули своих героев. Они выдвинули людей, обладающих правом. И эти люди наводили порядок. Но, к сожалению, не существовала культуры передачи семейным. То есть борьба с аристократией велась и в том числе. И у этих героев не было семьи вообще. У них не было семьи. У них не было ничего, кроме самих себя. Они были такими вот жертвенными фигурами, часто даже сознательно приносимыми в жертву. И произошел еще более страшный момент. Когда они умерли, когда их... Они, с одной стороны, стали полубогами, но, с другой стороны, они никому не передали Пресбейю. Вот. Никому не передали. И она оказалась зависшей в воздухе. Она оказалась в руках совершенно случайных людей. Пошла по рукам. А по сути дела зависла в воздухе. Благодаря вам, Павел Владимирович, я, конечно, поняла, чем цена Византии. Она мне казалась какой-то несколько такой затхлой, какой-то вот искусственной. Но сейчас я понимаю, что она, во-первых, практически не была поражена сатанизмом, который... Ну, в античности нельзя сказать. Это не был то, что сатанизмом. Это были такие естественные какие-то формы, которые рассматривались в общей концепции мироздания. И они не выводились на человеческий жизненный уровень. Они были как давность и необходимость. Не жизненные, а прижизненные необходимости. То есть жизнь, а есть вот то, что там вот потустороннее, оно тоже должно быть. И это естественно. К новому времени это стало использоваться, использоваться для определенных целей. Мы имеем то, что мы сейчас имеем. А Византия, она оказалась некой такой оккультуренной, а духовленной, возвышенной античной культурой. Потому что христианство, так сказать, оно возвысило античность. Дало ей уже более высокий смысл. При этом красота, эстетика. То есть она мне представляется теперь таким вот огромным таким вот сундуком, кладом. Кладом человеческих, духовных и культурных человеческих знаний, каких-то поведенческих алгоритмов, всего ценного, что должно переходить из цивилизации в цивилизацию. Но они, да, слишком сильно оборонялись, слишком сильно зажимались. Дело в том, что почему там сатанизма не было? Потому что вообще-то она возникла как цивилизация регулярной, последовательной борьбы с этим самым сатанизмом, который захлестнул в какой-то момент позднюю античность. Захлестнул и, собственно, и погубил в итоге. Они создали такой панцирь, панцирь традиции. В этом панцире они выживали, но этот же панцирь их и обессилел. Ну вот эти вот мне вот слишком переигранные, наигранные вещи. Вот мне всегда казалось, что там очень много лицемерия, и оно меня отталкивало. Но, наверное, это лицемерие был какой-то вот таким защитным. Да, это ритуализм. Как и в Индии, кстати, тоже вот этот защитный ритуализм. Как вообще во многих древних культурах есть защитный ритуализм. Он выглядит со стороны как что-то такое омертвляющее и наигранное. Но это не лицемерие в нашем смысле. Ну вот индийская культура, с которой я ознакомилась, совершенно неприглядная для меня. Это эстетическая оболочка. Но если ты смотришь в смысл, ты перешагиваешь через эту оболочку, как бы не испугавшись ее, и там ты видишь все. Все, чего нет даже в наших, так сказать, источниках. То есть это не лицемерие в том смысле, что это никого не стремится обмануть. Да, мы понимаем лицемерие как, ну вот, допустим, какие-то формы там. Ну, в современной политической форме. Да, в современной мире лицемерие это инструмент для достижения паблик. Нет, здесь совсем другое. Это умышленное вранье. Это именно вот такое вот, это защита от сил зла. Вот такая защита. Но что важно, что Висентий представляет собой такой своего рода кристалл, в котором кристаллизируется, даже не кристаллизируется, а преломляется. Преломляются вечные проблемы и раскладываются в такой вот своего рода спектр. И если что-то изучать вот в таком макроисторическом срезе, то, что мы называем сквозные темы, то есть вопросы, которые стоят и стояли, и будут стоять перед человечеством во все времена, то это, наверное, наиболее удобный, можно назвать это инструментом, да, можно назвать это средством, но это способ, да, скорее, разбора вот этих сложных ситуаций, сложных проблем через Византию. Потому что Византия позволяет видеть эти проблемы как бы разложенными по полочкам, по спектру, по их характеристикам и так далее. Ну, в принципе, любая цивилизация может использоваться в этом качестве, но только Византия просто считает, что это больше тысячи лет, а если взять Рим, то полторы тысячи лет, как империя, да, Римская империя, собственно, полторы тысячи лет. Потом она перешла в другие фазы существования, там была Западная Римская империя, Восточная, Русская империя. Османская империя тоже во многом унаследовала вот эти вот византийские, ну, не традицию, конечно, но опыт. Вот что мне сейчас Павел Владимирович Кузенков навеял, мне так кажется, Византия – это репетиция Царствия Божьего на земле. Мог бы быть вообще идеальный мир, но вот не получилось, а идея осталась, она вечно жива, она никуда не делась, что самое интересное. И вот теперь я понимаю, Павел Владимирович, почему Вы посвятили свою, так сказать, научную деятельность именно Византии, потому что я, например, все-таки никогда не думала, что можно так вообще заниматься Византией, что вот именно вот ей, а потому что через нее мы видим все проблемы всех времен, точнее мы можем там их рассмотреть, в тех рассмотреть сложнее в тех эпохах. Именно рассмотреть. А сегодняшнее… Изучить. Ну, это нужно копаться в этом сундуке, это именно сундук, там вот плотненько так все, и этим занимается Кузенков. И пыльно. И пыльно, и пыльно. А на пыль у меня аллергии. А вот у Вас, видимо, нет аллергии, поэтому Вы так достаете аккуратненько оттуда элемент, объект, артефакт, рассматриваете его и по запросу таких, как мы, можно тоже туда залезть под Вашим чутким руководством и рассмотреть проблему. И вот поэтому мы так и назвали наше явление Византии плюс. Потому что все темы мироздания проходят через Византию. Ну, ее нельзя идеализировать. Это именно репетиция. Нет, ее просто нельзя идеализировать. Но важно, что это репетиция Царства Божьего. Вот определение вот это… Оно, наверное, понравилось бы каждому Византию. Для них это была бы высшая форма по словам. Вы там запишите Ваш словарь, это самое высказывание «Быловерую», то есть меня. Потому что это вот… Что это я сказала. То, чем они бы гордились. Они этим и гордились, да, да. Но они даже… Для императора даже на монетах изображали не себя любимых, да, а Бога. Потому что считали, что вот принц истинный… Истинный царь-то он, а мы так только исполняем обязанности. Это было достаточно… Ну, вот, по крайней мере, сегодняшним нашим сидением мы подошли к тому, почему мы столько времени уделяем Византии, почему у нас теперь будет еще проект «Византия плюс». Мы пришли к тому, зачем мы этот проект делаем. И с разными, более, может быть, интересными собеседниками, Павел Владимирович Кузенков будет выискивать ответы на вечные вопросы и рассматривать сквозные темы истории человечества. Павел Владимирович Кузенков Спасибо. Спасибо за просмотр!